Всем привет, друзья! Снова мы с вами сегодня на копии. Снова я с катушкой MagiClub 1875 кГц. На старом месте. Не знаю, видно будет, нет. Вот здесь мы копали. Что-то в этом году распошелся я с катушками. Короче, заказал себе еще руль на 15 дюймов фирмы Coiltec. Ну как, не заказал, не новый. На авито нашел, купил. Сегодня вот человеку перечислил деньги, он мне отправил катушку. Думаю, денька через три придет. Пока вы увидите, думаю, это видео пока смонтирую. Он уже будет у меня, уже будем ходить с ним. Даже может включу после этого видео сразу же с рулем с Coiltec 15 дюймов. Так как места есть, не сильно в траве места, на песках. Да и леса те же есть, такие редколесные. Что, ну мне кажется, там что-то глубже должно быть в этих местах. Руль должен пробить. Ну а сейчас выхожу, время не теряю. Выхожу, начинаю ходить, где мы ходили, копали уже не раз. Но место интересное. Может быть будут цари. Очень на это надеюсь. Так что, смотрите, не переключайтесь. Начинаем копать. Ну вот, друзья, не заставило время себя долго ждать. У меня первая находочка. Такой вот малюсенький крестик. С Иисусом Христом. Уже такой не ранний. Но все равно приятно. Ну с каким-то клеймом. Декла. Находка. Глубоко был для катушки. Еле зацепился. Я просто катушку поставил. Сигнал прозвучал. Но уже находочка. Класс. Берем, берем, берем. Вот так вот копаем. Друзья, жду, захватило. Второй. Тоже на предельной глубине катушки. Второй, друзья. Сегодня. День крестиков сегодня. Такой же крестик, да? Второй. Побольше. Ой, шикарный. Ой-ой-ой-ой-ой. Песчаный с охраной. Класс вообще. Как я его не коснул? Блин. Сигналы такие. Я говорю, на пределе катушки. Так что все-таки, не знаю. Попробую я Коилтек катушку. Если понравится. Она на 7,5 кГц. Не понравится. Блин. Продам я ее. Куплю я, наверное, на 9, на 13. Этой же фирмы. Magic Lab. Такой же Ellipse. Блин. Чего-то я от этой катушки вообще тащусь. От этой фирмы, ребята. Фух. Ну, будем пробовать Коилтек. Что он себе покажет. Но пока Magic Lab вот рулит. Друзья. Катушка супер. Такие вещи цепляет. Тоненькие. Классные. Красивые. Класс. Вообще. Копаем. Так, друзья. Ну, следующее все-таки, можно сказать, находка. Имперская пувовка. Но, к сожалению, ушедшая. Взорвавшаяся. Так вот. Печально. Ну, не органка лысая, по-моему, была. Вообще, мне кажется, друзья, частота 18,75 для поиска по старине. Самое то, что надо. Не знаю. На семь с половиной, вот на родной катушке, на стандартной. Честно, я поднимал меньше находок. Эту сейчас пока я не снимаю. А штатки забыл. Ну, вот бывает, не хватает глубины. Вот, чувствуется, что на пределе сигнал. Вот, выкапывая крестики. Ну, по глубине она видит, может быть, от штатки, ну, на сантиметр где-то меньше, друзья. Вот. Не хватает глубины. Вот я думал, либо Коилтековский руль 18,75 взять. Ну, естественно, новые они очень дорогие. Бэушный. Бэушный попался только на семь с половиной по сходственной цене. С немножко лопнутой защитой. Ну, что ж поделаешь. Вот. Взял его. Ну, посмотрю, как будет. А вообще, мне кажется, вот идеальная форма. Это эллипс. И частота 18,75. Вот надо такой и руль брать. Хотя бы на 13. Но 13 дюймов я не захотел. То, что, как бы, на Аське. На Аське у меня был на 13 дюймов. Detach Ultimate катушка. Ну, прибавлял глубины сантиметров 5, наверное. Мне кажется, мало. Мне захотелось, как бы, побольше. Или на 15, или на 16. Ну, вот самая оптимальная, как бы, и фирменная. Я нашел это вот Коилтек. Ну, попробую, как он будет, друзья. Попробую. Нет, значит, вот говорю, 9 на 13. Фирмы Magic Lab. Ну, правда, отзывы, они не очень хорошие есть. Но, мне кажется, она будет идеальна. И на частоту 18,75. Для терки, мне кажется, по старине это самое то. На 3 кГц я не хочу. Катькиных, Екатерининских пятаков у нас не так и много. Чтобы их искать на 3 кГц. Вот. И, ну, а чермет, как бы, чермет, это сопутка. Как бы, вот, отошел я от машины, кстати, далековато. Чермет, это сопутка. За ним не специально не охочусь. Ну, а мы продолжаем копать. Пуговка есть, забираем, продолжаем. Друзья, что я и говорил. Эта катушка цепляет и монеты, и даже вот такие ножи, ребят. На хрена, 3 кГц по старине. Вот такую хрень выкупаете в легкую и 18,75. Ну, а я включился, друзья. Кстати, топор выкупал. А я включился, потому что у меня был четкий сигнал 46. Ульяк, кругляк. Это медь, ребята. Это медь, а красота, двушечка, империя, 1886, сейчас покажу. Вот она, двушечка, 1886, империя, потертая, конечно, отожла, но царь, царь, и это очень приятно. И это очень приятно. Так что, ребят, я считаю, самый оптимальный руль 18,75, если брать для себя. Ну, пока возьму на семь с половиной. Пока так, попробуем. Штатка-то, в принципе, тоже вон в Неве сейчас лежит, она царей находит. Ну, и это вот выцепило сантиметров. Ну, 25-30, вот, ямка. Копаем. Фу, друзья, я просто обожаю эту катушку. Я просто ее обожаю. Как правда, казачья, собственная персоной, маленькая, такая необычная, у меня такой еще не было. Ну, вот из ямочки. Итак, попутно сопуточка идет. Я уже даже не снимаю каждый раз. Сейчас покажу. Вот, вот, друзья. Вот, как карточка, вот, крестики. Вот, пуговка интересная, не знаю, царская, не царская. Вот, кусок колокольчика. Наполняем хабарницу, наполняем. Фух, катушка просто улет. Вот, я бы, чтобы я такое же сказала, большой, потом копаем. Так, друзья, еще монетка нам в копилочку. Маленькая, кругленькая. Ну, это советик ранее. 10 копеечек 33-го штурм-вода. Приятная монетка, которую мы, конечно же, заберем. Берем. Продолжаем. Вот это интересно. Кажется, я нашел с хронгильцом в такой тряпке. Для чего их прятали, я не знаю. Вот еще. Вот еще. Пинпоинтер просто разрывается. Может, что-то с гильзами еще припрятано. Вообще, капец какой-то. Для чего, друзья. Какой год хоть? Ой-ой-ой, вот это сигнал. Вот какая-то тряпка, ветошь. Что-то непонятное. Для чего их прятали? И зачем? Ладно, ребят, раскопаю. Тогда посмотрим. Тогда расскажу. Приди, надеюсь, на человече кость. Ладно. Нет, друзья, ну и нафиг. Яма идет, здесь задние идут, идут. Может, конечно, тут что-то и есть, но не буду я их докапывать. Высыпал их все в яму. Сейчас закопаю, да и все. Это охренеть можно. Нафиг. Тут осталось немножко походить. Сейчас до машины уже пойду. Скоро. Темнеет. Хватит. Закапываю. Блин, друзья, темнеет. Все. Закопал я яму. Не знаю, что это было. Закопал, прикопал. Вот все хорошо. У меня сигнальчик, ребят. Сигнальчик. Вот такая крупная конина. В тот раз ком тут проходил, пропустил ее. Зачет. Зачет. Блин, темнеет, темнеет. Скоро уже домой. Сейчас еще чуть-чуть покопаю. Домой. Так, друзья, вот так вышло сегодня по находкам. Двушечка 1886-го. 10 копеек 33-го. Пуговка, конинка. Два крестика замечательных. Кокардачка. Две буквы от колокольчика. Керосинки с рисунком штука. Ну и пловка интересная. Вот такой результат, друзья. Очень шикарный. Я считаю. Для наших мест. Вот так вот. Итак, друзья, наступил следующий день. Пришла мне посылочка. Как раз после копа. Вот такая вот здоровая. Размер впечатляет. Сейчас буду вскрывать. Сейчас вскрою и покажу вам, что внутри. Одной рукой неудобно. Сейчас буду вскрывать. Так, вот, друзья, разрезал пакет. Сейчас попробуем достать это все. Человек упаковал в такую вот коробку от чего-то. Катушка БУ. Сейчас будем доставать. Завернул целлофан. Все, чтобы хорошо, чтобы ничего не нарушилось. Молодец. Нашел еще коробку по размеру. Вот она, друзья. Красотка лежит. Лежит, красавица. Лежит. Все, друзья. Такая катушка. 15 дюймов. Сейчас я ее на приборе, конечно, испробую. Защита здесь немножко лопнутая. Он говорил об этом. Сейчас я ее на приборе испробую. А вы уже увидите, как я с ней хожу в полях. Вот такая красавица. 15 дюймов. 7,5 килогерц. Друзья, офигеть. Он еще и монеток, походу, делал, положил мне с ней. Охренеть. Сейчас скрою, покажу. Двушка капуста. Трешка 24. И копейка Николашкина. Нормально. Нормально. 1905 года. Уважуха, уважуха. Продавцов. А как раз мы их и опробуем, эти монитосы. Зачет. Блин, супер. Неожиданный бонус, приятный такой. Класс вообще. Ты че? Это пока ничего. Повка. Это первая находка. Че я нашла? Че нашла? Это вторая. А вот это вторая, это третья. А вот четвертая. Охренеть. От складника. Там посуда битая была в яме. Горшки. Ты в самой яме была? Нет, на бубру. Офигеть. Что-то я оставлю. Ну, говорит. Еды копаю у тебя получается. Ну, это уже совсем другая история, друзья. И в одном из следующих роликов вы ее обязательно увидите. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Субтитры подогнал «Симон»